всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей девочки спрашивают рассказать маленько о стеллажах о досветке ну и вообще как чувствуют себя орхидейки орхидейки здесь уже находятся сколько четыре дня и за эти четыре дня я вижу хорошее изменение правда многие сейчас скажут что но так не бывает так быстро ну вот видать бывает орхидейки все вот эти вот у меня получают теперь достаточное количество света которое им надо достаточное количество влажности стоит увлажнитель и он включается когда влажность падает самостоятельно и также у меня стоит здесь вентилятор который я включаю когда нахожусь здесь сейчас я его выключила чтобы не было шумно стоит он от них вдалеке но и в принципе сейчас особой нужды в вентиляторе нету именно сегодня включала его потому что все орхидейки обрабатывала верти майком от насекомых не от того что есть насекомые а для профилактики я это делаю с растениями каждые три месяца на складе первое время почему я так делаю потому что все растения как бы в моей коллекции еще долгое время не были поэтому они обрабатываются почаще потому что в них внутри в самих растениях бывает очень долгое время сидят какие-либо насекомые и при нужной для них температуре влажности сухости много может быть факторов то есть для как только для них подходящий скажем так климат для этих насекомых да они начинают активно активно развиваться я думаю что вы смогли меня понять и сейчас я покажу вам на одной из орхидеек то что действительно я права в своих домыслах скажем тогда вот это вот орхидейка у меня находится с лета 21 года и она очень тормозила в своем росте 30 12 21 мы ее пересадили вот в такую вот посадку как уже адаптированное растение но это растение периодически получала обработки ну вот прям было заметно что она туго туго росло и вот пожалуйста пошел молодой лист вот этот лист тоже тронулся в рост и вот что мы видим внутри то есть растение изнутри все равно кушали кто кушал мы можем с вами только догадываться но растение молодой листик и вот этот листик вот как он был там еще в зачатке когда-то да когда мы приобрели растение это первый лист с лета у него вырос и остановился то есть появилась блага 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 приятная атмосфера для тех личинок скажем так которые сидели внутри в шейке в орхидейке да и они начали развиваться и начали кушать наше растение и лист остановился в росте но так как обработки были периодически все это остановить получилось и слава богу а если бы я понадеялась и обработала растение один раз то конечно же вся эта популяция бы активно разбежалась по всем по всем растениям молодой лист опять поврежден вот этот видите и как раз повреждение идет на обоих листиках то есть на том моменте где лист остановил свой рост фокус пропадает и когда начал выходить еще один молодой листик уж очень они они любят молодые листики поэтому обработка сейчас происходит почаще данных растений для того чтобы все-таки не завелась никакая зараза пускай лучше я их почаще по обрабатываю эти растения обрабатываю прямо на месте и включаю вентилятор для того чтобы они подсохли их обдуло вентилятор стоит от них далеко поэтому холодный воздух на них не попадает в помещение у меня 25 градусов он там у меня стоит термометр наверху и на увлажнители наверху 25 внизу 24 градуса сейчас так мои хорошие плохо видно вам вот так вот 24 градуса ярусами ниже скажем тогда а вот наверху 25 градусов но это и понятно потому что все тепло всегда идет к верху и наверху всегда теплее поэтому приобретая новые орхидейки не ленитесь обрабатываете пока вы не увидите нормальный рост листиков что с ними все хорошо обычно вот какие такие насекомые они всегда сидят в центре розетки и начинают оттуда активно работать поэтому бывает и не растут листочки очень долго из центра розеточки ну мы сегодня с вами вообще-то о стеллажах но и сразу обо всем да я повесила вот такие кашпо и те растения которые у меня то есть растут как леодорка в одну сторону вот этот огромный желтый беглиб который которого приходится листики постоянно ставить если он стоит на стеллаже и я подумал что ему там неудобно он в тургоре все замечательно когда мы его с вами сажали он был совершенно без тургора и листики падали но я его поставила так что он сейчас вот наклонится в эту сторону и нормально будет расти растение крупные листы крупные поэтому все будет хорошо ну что же о стеллажах стеллажи у меня в высоту 2 22 20 высоту так вот так метр от стены до сюда 60 сантиметров именно вот этот стеллаж и между стеллажами у меня разные расстояния для высоких растений скажем так для больших до у которых листики высокие и для маленьких растений там маленький у нас сейчас померяем промежуток так 30 вот у маленького от низа до верха 30 для высоких 60 потому что я взяла вместе с дощечкой поэтому ну примерно 60 и где же мы их покупали мои хорошие мы покупали только вот такие уголочки вот они сейчас я вам их покажу они есть у меня не на стеллаже там снято разобрано все может будет еще делать мне стеллажи просто купили вот такие уголки или профили как они правильно называются я не знаю я думаю мужчины поймут какой толщины к сожалению тоже сказать не могу но вот вот они видите они они плотные но они вот так пошатываются но они очень плотные то есть они хорошо держат даже тяжелые растения растения нелегкие все равно их много здесь стоит на одной полочке и полочка деревянная эти полочки по нужному для вас размеру здесь совмещены два стеллажа один пошире другой по уже в итоге вот получилось 60 до 60 до я вам говорила мы их заказывали в мебельном то есть где делают мебель и нам на заказ делали именно те размеры длину ширину какая нам нужно но именно вот этот стеллаж уже муж переделывал отрезал потому что он сюда не вмещался раковина мешается да и он делал его по уже отпиливал ну а эти вот как они уголочки профиля они продаются в товарах для дома наверное ли в строительном где очень нужный размер покупаете и пожалуйста они хорошо сверлятся здесь вот дырочек муж мне на сверлил вот именно для таких игры на сверли мне дырочек чтобы были я на каш повод на такое подвешу тоже орхидейки которым неудобно там стоять на стеллаже и вот они каш помни доча вязала когда-то она их вязала многое для продажи хватало сейчас уже некогда и вязать она учится поэтому сейчас их продажи больше нету так что еще хотела вам сказать по поводу света многие говорили интересно раз посмотрите расположение ламп вообще разное там длинные у меня лампы ну что было и из наличия чтобы не покупать когда-то мы их покупали наверху 14 ватт вот эти длинные а внизу все остальные которые коротенькие они 8 ватт сейчас я покажу вот с двух ламп желтая лампа и белая лампа коротенькие покажу есть от них описание я вам покажу посмотрите они по 8 ватт желтого света и белого света то есть теплого и холодного какие работают лампы лучше в плане для роста орхидей лампа эти между прочим самые дешевые что-то мы их тогда покупали мы их покупали наверное не знаю девчат года два назад но они недорогие что-то в пределах 500 рублей даже меньше по-моему лампы недорогие поэтому сходите в магазины свет и думаю вы сможете найти такие лампы мощность у них 8 ватт не вижу разницы 14 ватт и 8 ватт одинаково растения растут то есть наверху где промежуток меньше там вообще получилось что 14 ватт на данный момент да а вот здесь где выше промежуток сейчас засвечивает на камеру на самом деле там очень светло и света им вполне хватает и растение растут хорошо вот именно под 8 ватт по моему это желтый свет мне уже насмотрелась на свет мне тяжело понять как по моему это желтый сейчас вот светит лампы желтый свет и получается он теплый у нас пробуждаются почки на цветоносах возможно ну да фокус будет теряться почки вообще тяжело вот видно пробуждаются почки на цветоносах и замечательно растут корешочки корешочки не куклятся а наоборот мне кажется они даже активней стали расти вот это растение вообще прям недавно пересажена кто сам кто смотрит пересадки тот знает пересадку этого растения это растение у которого сюрприз в горшочке там у нас внутри цветонос и мы попытались вот у нас цветоносик очень быстро начал расти когда сюда поставила эта бочка тоже проснулась ну и там вон вдали можно наблюдать растущие корни то есть растение еще лучше себя стали чувствовать после того как поставили их сюда и дали им все нужные условия то есть влажность цвет и тепло но естественно свежий воздух циркулируемый теперь у меня я уже говорила есть возможность открывать здесь окно потому что растения так настоят далеко и проветривать это помещение так но думаю по профилям все понятно из чего сделано стеллажи мы покупали отдельно профили кстати получилось гораздо дешевле чем продают вот в леруа как там для рода эти вот железные стеллажи просто когда мы купили у нас есть и железные стеллажи но муж их забрал отдала ему в гараж они выдерживают тяжести скажем так ну не вижу совершенно никакой разницы в железных и в этих все они выдерживают вот эти дощечки сколько здесь ну наверно 2 сама дощечка сколько сантиметра миллиметра как правильно сказать и она выдерживает метровую длину и ничего не прогибается все нормально но пойдемте покажу какие лампы какие на них написаны эти вот по поводу профилей вот они эти уголочки или как правильно сказать вот они по отдельности видите уголок и уже в эти уголки вставлены дощечки вот как там здесь узкие стеллажи тоже они будут переделываться вот этот уголочек и в уголок вставлено чем какими специальными или просто шурупчиками не знаю девчат ну вот так вот это под маленькие растения и муж будет не их переделывать эти стеллажи так по поводу ламп одна лампа вот так называется можете для себя делать screen светильник светодиодный то есть они не для растений а вот просто просто светильник и вот такие параметры всегда покупали чтобы была буковка а обязательно вот это муж у меня всегда покупала всегда говорил что вот под буковкой а расти будет хорошо но и он был прав так класс электрозащиты 1 вот так давайте вам сделаю а вы сделаете для себя screen все размеры написаны на паузу нажмете и сделаете screen мощность 8 ватт потерялся вот мощность 8 ватт световой поток 700 л.м. вот и угол рассеивания 120 вот именно на этой лампе она с выключателем можно отдельно выключать можно как вам хочется и другая лампа она вот такая от нее коробочки уже не осталось сейчас мои хорошие так поставлю чтобы не падала вот так тоже можете нажать на паузу и сделать screen тоже 8 ватт тоже 40 как она там кельвинов мельвинов видео и 4000 в 0 8 ватт ну а дальше наверное если покажете в магазине разберутся они понимают одна холодного света 2 какая-то из них теплого света и та и другая светят замечательно и растение реагируют на эти лампы замечательно можно сказать самый дешевый вариант в магазине вот эти лампы самые дешевые в магазине 8 ватт во первых они экономные по электричеству да они не берут много энергии и прекрасно растение на них реагирует никогда не заморачивалась со светом в плане того чтобы покупать какие-то специальные лампы все специальные лампы стоят в три дорога поэтому не вижу никакой вообще вот разницы правда служит они нам уже долго вот именно на складе эти лампы нам служат два года я думаю что это нормальный срок для таких ламп даже вот эти вот полочки не обязательно где-то заказывать до в каком-то мебельном магазине может у вас есть старые какие-то я не знаю кухонные гарнитуры или еще что-то старое которое вы собираетесь выбрасывать можно не выбрасывать а сделать из них полочки вот такие но в стеллажике он у меня включился увлажнитель 25 градусов внизу стала и будет нагонять влажность до 60 как нагонит влажность до 60 он отключается и ваш не контейнер с водой его контейнер с водой давайте покажу сразу какой увлажнитель мне он очень нравится вот такая фирма мы его купили в начале лето и у него можно настраивать его то есть есть пульт управления наливается сюда по моему 6 литров воды и вот этого 6 литров воды хватает на три дня где-то так вот я его вчера поставила сегодня день уже заканчивается и даже половина еще не ушло но все будет зависеть от того насколько будет держаться в помещении конечно влажность ну а так вот примерно на два на два три дня хватает этого увлажнителя заполнить его чистой водой конечно вода вы для него нужно чисто иначе там очень быстро образуется накипь ну и он конечно же сломается я его настраиваю на 60 процентов и он сам включается когда влажность падает очень мне нравится только думаю что наверное я его переставлю все-таки оттуда во вот сюда в серединочку но пока все устраивает именно на этой полочке меня стоят реанимашки дендрохиллумы которым постоянно не хватало влажности и вот как раз они сейчас подпитываются но влажность по всему помещению поэтому но больше всего она уходит видите вот как раз на те растения вот пока мы с вами болтали он отключился минут через 10 15 возможно отключиться опять а может и нет эти растюшки как вы видите до сих пор цветут уже наверно дней 15 до прошло с момента покупки обработки пересадки и всех этих манипуляций и можно даже вот по этим растениям понять что здесь очень комфортное условие для содержания орхидей потому что ни одного цветочка не завяла наоборот все цветочки расправились которые были мятенькие бутончики открылись не будем брать в расчет тех которые мы то сами сломали то еще как то ну а вот это растюшка вообще все цветочки до сих пор держит и не собирается даже пока их сбрасывать ну и также эти две красоточки вот так мои хорошие в принципе не знаю помогла я вам этим или не помогла своим таким рассказом лампы хорошие вот такие вот штучки я не помню были они в комплекте или муж отдельно до купал их но к ним идут ко всем вот такие железненькие крепежи на каток который прикрутил муж и на них повесил эти лампы очень удобно эти в крайнем случае если нет в комплекте скорее всего нет там в комплекте наверное маленькая только идет можно их сделать длинше и все они выходят у нас на одну розетку здесь все хорошо скручено просто муж поэтому они вот так вот криво еще и стоят и они все идут видите там побольше скручено там потому что было резано больше и вот одна розетка мне осталось купить только им таймер который сам включает и выключает свет и будет вообще все супер ну а пока не у меня днем я прихожу и отключаю им свет на три часа а все остальное время свет у них горит то есть пока я здесь днем нахожусь на три часа я отключаю им свет потом его опять включаю устраиваю ночь им в дневное время ну пока нету таймера как-то так а потом свет у них горит то есть они перепутали у меня день с ночью но что делать все мои хорошие если что-то непонятно но думаю все понятно разницы в освещении желтый белый не вижу ватт многие писали 8 ватт мало нет девчат вполне хватает по крайней мере я вам показываю все результаты и растение прекрасно себя чувствует главное дать им все комфортные условия дома у меня нет ни увлажнителя не вентилятора не досветки но они тоже у меня цветут растут цветут и нормально себя чувствует возможно они привыкли ну конечно же цветение дома не такое пышное как хотелось бы летом пышная зимой нет зимой не хватает им света все мои хорошие всем пока пока думаю было полезной моя информация